Зоологический сайт Фауна Беларуси представляет Как устроены ноги сенокосцев Ноги сенокосцев хорошо адаптированы к условиям обитания. Посудите сами, длинные ноги позволяют семейству сенокосцев обитать в самых разных местах. И среди травы, и среди листьев, кустарников, и на поверхности коры деревьев и пней. Во мху сенокосцы также прекрасно и быстро передвигаются. Большие преграды, которые другие животные оползают, сенокосцы слегка перешагивают, как дядя Степа великан. С помощью своих больших ног сенокосцы способны передвигаться довольно быстро между удаленными предметами. Животные с ногами короче, чем у них, передвигаются медленнее. Им приходится оббегать препятствия. Мало кто знает, что при передвижении на таких длинных ногах сенокосцы тратят минимум энергии. Посудите сами, у большинства животных в конечностях есть мышцы-антагонисты. Одна мышца сгибает ногу, другая ее разгибает. У сенокосцев все устроено несколько иначе. У них есть мышцы-изгибатели и разгибатели, а также есть белковые структуры, которые могут выполнять функцию пружины. И разгибание ноги за счет нее сэкономит немного энергии сенокосцу. Одними из мест обитания сенокосцев являются открытые участки среди травы, а также в местах поселения людей. В жаркие летние дни, когда почва и предметы сильно нагреваются, ноги предохраняют сенокосцы. Это еще одна адаптация к внешней среде. Высокоприподнятое туловище над землей не перегревается. Сценарий Борис Воробьев Корректор Владислав Иванов Видеооператор Борис Воробьев Если видео вам понравилось, ставьте лайки и делитесь им со своими друзьями в социальных сетях на тематических форумах и сайтах. Оставляйте свои мысли и впечатления в комментариях под видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео на канале.